А ты чё тут делаешь? Я ушёл. Ну я тебе загну. Ну чё, начнём, пожалуй, да? Пора. Обрывки воспоминаний. Полный зал народа. Шереметьевский дворец на фонтанке. Я в бархатных штанишках, в курточке. Глаз перевязан наподобие билибонца. В руках, на верёвке, какая-то модель корабля, или что-то в этом духе. И я читаю... Сколько вам было лет тогда, примерно? Мне было тогда лет восемь, а может быть и семь. Я читаю «Разбойник Али». Такая трогательная история о разбойнике, который плавал на кораблях и как пират топил встречные суда. В зале полно народа. Эта мама привела меня в этот зал, потому что она работала во дворце Шереметьева. И была организована вот эта встреча с молодым, талантливым поэтом, который написал «Разбойник Али». Это был я. аплодисменты, аплодисменты. Всё это было интересно, всё это было толково. Но всё это проскочило, как одна секунда в памяти и в моей жизни. А потом какие-то другие воспоминания, другие игры. Школа. В школе мои друзья-ребята, с которым мы занимались в бассейне, бегали на лыжах. И, собравшись однажды на трамплин в Кавгалово, я решил спрыгнуть с этого трамплина на нормальных боковых лыжах. Прыжок состоялся. Но я пришёл головой вниз, после чего долго голова болела, и меня врачи пытались спасти от расколотого черепа. потом снова бассейн, снова прыжки. Дальше я уже стал гораздо старше и опытнее. А с какого возраста Вы плавали? Да, я уже плавал где-то лет 12, наверное. Дальше уже прыжки пошли с вышки. С трёхметровой, с пятиметровой, с десятиметровой, с десятиметровой уже только солдатиком. вот. Потом потом библиотека дворца пионеров и встреча с моим любимым писателем Александром Беляевым. Я читал захлёб. Я после школы приходил в библиотеку и просиживал там до самых последних минут, за что дома получал соответствующий нагоняй. Я помню, однажды я пришёл домой, мама была в жутком, взвинченном, взволнованном состоянии, что меня столько времени нет дома. Она схватила мраморную пепельницу и кинула её в меня. Я уклонился, пепельница влетела в стену и оставила довольно внушительную выбойну в каменной кладке. Я думаю, что если бы эта пепельница попала бы мне в голову, то мне бы уже не пришлось писать эти заметки и вспоминать, что было. Во всяком случае, для меня библиотека дома кино была родным и любимым местом. я просиживал там бесконечное количество часов, упиваясь литературой. Упиваясь. Столько, сколько я читал, я не знаю. Наверное, сейчас трудно даже представить себе. я читал в захлёб, я научился читать по диагонали. Как-то ребята меня спрашивали, как быстро ты читаешь вообще? Я говорил, открой любую страницу, ткни пальцем, назови мне строку, и я дальше тебе расскажу вообще, о чём идёт речь. Потом уже другие воспоминания. Уже воспоминания, касающиеся военного времени. я шёл из библиотеки дворца пионеров через Анечков мост, и вдруг услышал война. Война! Как это интересно вообще! Война! Надо идти, срочно идти в военкомат и записываться добровольцем, что я и сделал. Мне сказали, мальчик, ты что, слишком молод для того, чтобы воевать? тебе ещё надо учиться. А я закончил седьмой класс, а дальше началась эвакуация. Это был октябрь месяц сорок второго года. Мама договорилась с интернатом детей ленинградских журналистов, который отправлялся эшелоном из Ленинграда. Вокзал если мне не изменяет память, Варшавский вокзал. С Варшавского вокзала уходил поезд, во главе которого стоял паровоз И.С. Иосиф Сталин, который должен был увезти нас подальше от осаждённого Ленинграда. Нас было десять человек, старшеклассников, четырнадцатилетних. Огромный состав был заполнен детьми разного возраста. от годовалых и до нас. И нам было сказано, что мы должны помогать, потому что руководителями нашего коллектива взрослого была Клавдия Андреевна Фадеева, директор интерната. Анна Лазаревна Мойжис, которая была старшим пионер-вожатым. И ещё два человека взрослых. Один врач и один повар. Вместе со мной в поезде ехала моя сестра, двоюродная сестра Марина, которые доверили мне, потому что родители были на фронте, и мне была оказана великая честь сохранить сестру. Поезд тронулся, я бежал рядом с подножками вагона и вспомнив слова Гоголя из Тараса Бульба, обняв маму, сказал, ну, мать, давай почеломкаемся на прощание. поезд ушёл, мать осталась на платформе. Мы ехали недолго, потому что впереди начались какие-то разъезды, какие-то поезда, которые везли эвакуированных детей. И я выяснил, что в одном из поездов едет мой двоюродный брат Миша, которого я тоже захотел перевезти к себе в поезд. Я упросил Клавдию Андреевну, чтобы она договорилась с преподавателями, сопровождавшими второй эшелон, чтобы Мишку отдали нам. И под честное слово Мишку отдали мне. Таким образом, мы уже были втроём. Я, Марина и Мишка. Мы доехали до какой-то станции поезд остановился надолго, потому что впереди шли какие-то военные составы, которые везли вообще оружие, солдат на фронт. на фронт. Мы приехали недалеко от Углича. Нас высадили и сказали, что поезд дальше не пойдёт. и мы должны были со всем скарбом, со всеми детишками, со всем на свете отправиться в ближайшие деревни, где у нас предполагалось наше обитание. обитание. Это было очень интересно и любопытно, потому что мы, десять старших ребят, чувствовали себя ответственными за все то, что происходит в интернате. Дальше немцы начали бомбить Углич. И нам предстояло отправиться дальше. Мы пешком дошли до ближайшей станции, сели на другой поезд, проходящий мимо, и поехали в Ярославль. В Ярославле нас приютил Дом пионеров. Это странное было место, потому что народу там было огромное количество. Кроме нашего интерната, кроме наших тысяч детей, там, по-моему, еще было две-три тысячи. Спать было негде, поэтому в большом зале были собраны стулья и кресла от кинозала, такие гнутыми спинками, и эти кресла лежали одна на другом. И образовывали такие соты, в которые мы вползали, каждый в свою ячейку, и там замирали и засыпали. Утром выбраться оттуда было очень сложно, потому что вот эти самые ребра, спинок, кресел впивались в бока так, чтобы потом не разогнуться было. Но, тем не менее, Ярославль, большой город, в котором можно было погулять, походить, вот там я впервые увидел несколько книжек Арсена Люпена. Это была замечательная литература. В Ярославле мы сели на пароход. Анатолий, 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 выскочил. И поехали вниз, по Каме, по Волге. Поехали и добрали до набережной Челны. Набережные Челны. Это уже было довольно холодно. Уже был лед. Из набережной Челны мы в Затоне остановились и перебрались на противоположный берег. Бондюга. Бондюга, Бондюжский завод химический, село Тихонова, где и расположился наш интернат. Школа. Старая деревянная школа, которая была приспособлена и которая приняла вот это огромное количество детей. Мы жили не только в интернате. Мы жили в соседних домах. Я с Мариной и Мишкой жил в доме деда Феди, который предоставил нам лище. Это был замечательный старик, плотник, столяр, у которого во дворе стоял верстак. И я очень любил смотреть, как из-под верстака, из-под рубанка вылетает стружка. Интернатская жизнь была довольно своеобразная. Стоп.